Утверждения, высказанные в этом фильме, не заменят профессиональную медицинскую консультацию. Зрители должны сами обращаться за советом врача при любых проблемах со здоровьем или перед тем, как изменять свой режим питания или физических нагрузок. Среднестатистический американец сегодня носит на себе 10,4 кг лишнего веса. Согласно прогнозам, инфаркты и инсульты будут забирать жизни 460 тысяч американских женщин. 69 граммов жира. Вы даже можете сэкономить 12 граммов жира и половину калорий, если просто съедите пачку масла. Мы говорим о диабете и гипертонии, о болезнях костей, остеопорозе. Рак простаты сегодня самый распространенный вид рака среди американских мужчин. Врачи говорят, что нам нужно есть меньше красного и обработанного мяса. Закупорка артерий, рак, иммунные заболевания. Среди наших детей беспрецедентный уровень диабета второго типа. И мы начинаем наблюдать гипертонию среди наших детей младшего школьного возраста. Если вам интересно, здесь 2120 килокалорий. Очевидно, что западная диета взимает свою дань. Это должно послужить звоночком для пробуждения. У нас растущая проблема, и те, кто растет, это мы. Еда – основа нашей жизни и обычаев. Каждое мероприятие или особое событие связано с едой и банкетом. Но может ли одна и та же пища, среди которой та, что считается полезной для нашего здоровья, в то же время вызывать множество серьезных заболеваний? В действительности, мы стоим перед лицом масштабного кризиса здравоохранения. Не меньше 40% американцев сегодня страдают от лишнего веса, и около половины из них принимают лекарства. Самое известное лекарство – статин-липитор. Это наиболее часто выписанное лекарство в мире. Почти каждый пятый американец в возрасте 4 лет теперь считается тучным. Дети латиноамериканцев и афроамериканцев еще более подвержены ожирению. Это может быть первое поколение детей в США, которое проживет меньше своих родителей. Американцы тратят 2,2 триллиона долларов в год на здравоохранение, в 5 раз больше, чем бюджет обороны. Фактически, они платят больше за здравоохранение, чем любая другая развитая страна, и болеют еще больше. Деньги не тратятся на здоровых людей, деньги не тратятся на мертвых людей. Деньги тратятся на тех, кто посредине – живые люди, но с хроническими заболеваниями. Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания – это связанные с питанием болезней, которые обходятся нашей стране более чем 120 миллиардов долларов в год. Каждую минуту в Америке один человек умирает от инфаркта. За день полторы тысячи умирают от рака. Вместе эти болезни убивают 1 миллион американцев в год. Частота случаев диабета зашкаливает, в особенности среди младшего поколения. Диабет. Диабет, угрожающий жизни диабет. Каждый третий человек, рождённый в США сегодня, приобретёт диабет в течение жизни. Миллионы других страдают от множества дегенеративных болезней. Ещё миллионы других настолько стимулируют себя кофе с сахаром, энергетическими напитками, что они маскируют свою хроническую усталость. Но может ли быть единое решение для всех этих проблем? Решение настолько всеобъемлющее, простое и невероятное, что многие из нас не воспринимают его всерьёз. Кто должен встать и сказать, что ответ не в очередной таблетке, ответ в шпинате? Растущее число исследователей утверждают, что если мы исключим или значительно ограничим рафинированную, обработанную пищу и пищу животного происхождения, мы сможем избежать, а в некоторых случаях обратить вспять, несколько видов наших худших болезней. Они говорят, что всё, что нужно сделать, это принять систему питания, основанную на цельных растительных продуктах. Это звучит чересчур просто, чтобы быть правдой. Вилки вместо скальпелей. Вы, наверное, удивитесь, что человек вроде меня будет исследовать связь между питанием и болезнями. По пути сюда я выпил эти банки Red Bull, я также выпил бутылку колы и половину другой такой же. Я не всегда вёл активный образ жизни и всегда съедал фастфуда больше, чем положено. В рамках моего стремления узнать больше о связи питания и здоровья, я посетил двух докторов в Лос-Анджелесе, доктора Мэтта Ладермана и доктора Илону Полой. Здравствуйте! Привет! Рад встрече. И это доктор Полой. Рада знакомству. Оба имеют учёную степень доктора медицины. Доктор Ладерман – специалист терапии внутренних органов, а доктор Полой – семейный врач. Они начали сотрудничество и составили план лечения своих пациентов, основанный на питании цельными растительными продуктами. Хорошо, давайте начнём. 140 на 80. Я обнаружил больше, чем ожидал. Как и большинство американцев, я думал, что моё здоровье довольно крепкое. Я знал о большинстве распространённых болезней, но я до этого тщательно не обследовался, поэтому решил это сделать сейчас. Когда доктор Ладерман показал мне результаты, это было как звонок будильника. Я должен сказать, что немного шокирован. Я серьёзно обеспокоен показателями сердечно-сосудистой системы. 240-241 – такой уровень холестерина. Намного выше, чем должен быть. У меня шестёрка в зачёте. Этот показатель самый тревожный. Шестёрка – результат так называемого CRP-теста, который измеряет воспаление в сердце и кровеносных сосудах. Это ставит меня в категорию повышенного риска инфаркта. Я начал 12-недельную программу питания под присмотром доктора Ладермана. План состоял в том, чтобы лечить мои проблемы со здоровьем растительной диетой. Пусть пища будет вашим лекарством. Гиппократ. Идея использования питания для влияния на здоровье не нова. Гиппократ, древнегреческий отец западной медицины, более 2000 лет назад сказал, пусть пища будет вашим лекарством. Но только в последнее время, помимо наблюдений, наука систематически начала применять это на практике. Двое учёных, которые внесли наиболее существенный вклад в этом направлении, это доктор Колин Кэмпбелл и доктор Колвин Эссельштин. Рождённые с парой месяцев разницы в 1933 и в 1934 годах, они выросли каждый на своей ферме. Ферма Кэмпбелла была в сельской Вирджинии. Там его семья растила молодняк молочных пород и держали молочных коров. Когда отец с матерью переехали сюда в 1943 году, мне было 9 лет. В то время у нас была молочная ферма размером 20-30 коров, что в те дни считалось фермой средних размеров. Молоко тогда считалось идеальной натуральной пищей. Настолько идеальной, что этот фильм, снятый по заказу правительства США в первой половине 20-го века, рекомендовал, чтобы младенцев, только что отлученных от груди, немедленно переводили на коровье молоко. Была радость от того, что мы производили идеальную пищу, если можно так сказать. Ферма Эссельштина основана в 1675 году в северной части штата Нью-Йорк. На этих склонах они послим мясной и молочный скот. Это был в своем роде мозговой центр производства? Да, именно. Что-то вроде производственного центра, около этих амбаров. Итак, вы узнали, что такое конвейерное производство на ферме. Сколько вам было, когда вы сюда переехали? Семь лет. Я не водил трактор, пока мне не исполнилось восемь. Позднее взросление? Именно. Но мне понравилось это. Это было для меня проверкой. Хотя они не знали друг друга на то время, жизнь на ферме глубоко повлияла как на Кэмпбелла, так и на Эссельштина. Чтобы добиться успеха, ты тоже должен упорствовать в своем начинании. Считаю, что на наши радикальные решения, которые мы оба отстаиваем, повлияло не потребление продуктов, а сложность их производства, а также наши семьи. В течение жизни Кэмпбелла и Эссельштина питание американцев значительно изменилось. В начале 20 века американцы ежегодно съедали 54,4 килограмма мяса каждой. В 2007 году эта цифра стала более чем 100 килограмм. В 1913 потреблялось около 6,4 килограмма рафинированного сахара в год. В 1999 году потребление всех рафинированных сладостей возросло до 66,7 килограмм. В 1909 американцы потребляли 133,4 килограмма молочных продуктов каждый. Но в 2006 ежегодное потребление выросло до 274,4 килограмм. К началу 50-х Кэмпбелл отправился в колледж Государственного университета Пенсильвании, а Эссельштин пошел его Ельский университет. В составе спортивной команды грибцов университета Эссельштин выиграл золотую амельпинскую медаль. То же десятилетие ритм жизни американцев ускорился, даже не принимая в расчет питание. Поздние 50-е были отмечены появлением пищевых точек с фастфудом для водителей. Супермаркеты только вступали в эру рассвета в новостройках окраин. Тогда и появились так называемые удобные блюда. Пищевые полуфабрикаты, такие как легендарный телеобед в упаковке из фольги, а также множество других вкусных деликатесов, устройств, делающих жизнь лучше и легче. Колин Кэмпбелл был к тому времени уже студент Корнельского университета, где находился наиболее престижный в стране факультет науки о питании. Его исследование касалось питания животных и биохимии. Но оно было больше сфокусировано на питании животных, на их способности производить больше мяса, молока и яиц, содержащих белок. И мое исследование было сфокусировано на белке. Достаточно ли мы его получаем? Белок считался жизненно необходимым веществом. Это было одним из первых открытий. Без белка животные умирали. Он был жизненной силой, и в начале 20 века были сделаны заявления, что это основа цивилизации. Белок всегда считался синонимом животной пищи, например, мяса. И до сих пор считается во всей Америке. Как вы считаете, почему мясо важно в питании? Белок. Белок. Из-за белка. Белок. Много белка. Нам нужен белок. Разве нет? Мы не можем жить без белка. Понимание того, что растения также содержат белок, не воспринималось в конце 19 века и в начале 20-го. И все эти года наблюдалась такая тенденция. Независимо от того, из какого источника происходил белок, в конце 50-х годов большинство ученых считало, что мир нуждался в его огромном количестве. Было много умирающих от голода и недоедающих детей в мире. В моем круге, в научном сообществе, были дискуссии о том, почему так и что можно сделать. И один из ответов был обеспечить достаточно белка. Это было твердым правилом такой точки зрения. Примерно в то же время доктор Колдвелл Эссельштин только начинал медицинскую карьеру в известной на весь мир клинике в Клибленде, штат Огайя. Хирургия вскоре стала его специальностью. Часто я был доволен тем, что могу убрать болезнь, например, просто удалив желчные камни у пациента или удалив язву. То же самое с грыжей. В течение 60-х годов количество инфарктов в США возрастало. То, что врачи называют болезнью коронарных артерий, обычно вызванных состоянием артерий, снабжающих сердце кровью. Со временем жироподобное вещество в кровяном потоке под названием холестерин накапливается в коронарных артериях, ограничивая приток крови к сердцу. В конце концов, это может привести к нескольким проблемам. От острой боли в груди, называемой стенокардии, до инфаркта. Холестерин — природное вещество, производимое всеми животными, включая людей. Он является необходимым веществом для построения стенок наших клеток. Но когда мы потребляем холестерин с едой, который содержится только в животной пище, такой как мясо, яйца, молочные продукты, он имеет тенденцию оставаться в кровяном русле. Это так называемая бляшка, которая образовалась на внутренней части кровяного сосуда. И это главная причина коронарной болезни сердца. В конце 60-х годов коллега доктора Эссельштина в клинике Кливленда сделал большой прорыв в лечении этого заболевания. Эссельштин даже разделял с ним место в хирургической раздевалке. Его звали доктор Рене Фавалаура. Рене действительно блистал в операционной. В 1967 году он применил метод пересадки для шунтирования коронарной артерии. Эта новая революционная процедура выполнялась путем изъятия вены с ноги пациента и пришивания ее к блокированной коронарной артерии сердца. Так называемое шунтирование, позволяя крови обтекать проблемный участок. Сегодня более 500 тысяч американцев подвергаются шунтированию коронарной артерии ежегодно. При стоимости в 100 тысяч долларов, одна только эта операция обходится стране в 5 миллиардов долларов. Джои и Коэн живет в Тампе, штат Флорида, где он владеет и руководит фирмой по озеленению и созданию ландшафта. Я рассказываю всем окружающим шутку, что я живу для того, чтобы есть, а не ем для того, чтобы жить. Всю свою жизнь я ел то, что желал. В 2004 году врачи обнаружили у Джои опасный высокий уровень холестерина в 320 единиц, и у него был уровень сахара в крови 490. Это не только делало его диабетиком второго типа, но и скорым кандидатом на инфаркт или инсульт. Это моя дневная норма таблеток. Две таблетки против диабета, одна от холестерина, одна от высокого давления, потом делаю инъекции бието, каждое утро перед завтраком и каждый вечер перед ужином. Это я делаю почти уже 4 года. Я знаю, что это вызывает у меня усталость. Я чувствую себя не в форме. Я сплю только 4 часа. Ненавижу их принимать. В середине 60-х годов доктор Кэмпбелл был на Филиппинах, пытаясь отыскать больше источников белка для миллионов недоедающих детей. Чтобы снизить затраты, он с коллегами решил не использовать животный белок. Программа начала подавать признаки успеха, но затем доктор Кэмпбелл был озадачен чрезвычайно важной информацией. Она была получена из более зажиточных семей на Филиппинах, которые ели относительно большое количество пищи животного происхождения. У их детей была высокая степень заболевания раком печени. Это было очень необычно, поскольку рак печени присущ в основном взрослым. Тот факт, что это происходило с детьми, говорил о какой-то проблеме. Вскоре после этого доктору Кэмпбеллу попалась на глаза научная статья, опубликованная в малоизвестном медицинском индийском журнале. Она подробно описывала эксперимент с популяцией лабораторных крыс, которых сперва подвергали воздействию канцерогена афлотоксина, а затем кормили казеином, основным белком молока. В исследовании влияния приема белка на развитие рака печени они использовали две нормы приема белка – 20% от общего количества калорий и намного меньший уровень – 5%. 20% включало рак, 5% выключал. Эта индийская публикация вместе с тем, что обнаружил доктор Кэмпбелл об учащении случаев рака печени у детей, потреблявших пищу животного происхождения, совместно совершили решительный перелом в его работе и его жизни. Мы узнали, что животный белок действительно запускает механизм развития рака. В то же самое время способ питания американцев изменялся снова. Количество фирменных ресторанов фастфуда возрастало лавинообразно, как и все большее количество занятых работой американцев, пользующихся ими, как удобным способом накормить себя и свои семьи. Революция фастфуда охватила страну. Уровень смертности американцев от рака тоже продолжал расти. Как результат, в 1971 году президент Ричард Никсон инициировал программу, названную «Война против рака». «Мы здесь сегодня для того, чтобы подписать акт о раке 1971 года. И я надеюсь, что по прошествии нескольких лет мы оглянемся на этот день, и эта мера окажется самой значительной, предпринятой во время пребывания этой администрации». На фронтовой линии этой войны был Колдвелл Эссельштин. К 1978 году он возглавлял специальную группу по борьбе с раком груди в клинике Кливленда. Но скоро он начал подвергать сомнению используемую процедуру лечения. Независимо от того, сколько было сделано операцией по удалению рака груди у женщин, «Я не совершал ничего для следующей, ничего не подозревающей жертвы». Поэтому доктор Эссельштин начал изучать мировую статистику по раку груди. Один из фактов, которые он обнаружил, было то, что случаи рака груди в Кении были гораздо реже, чем в США. В 1978 году вероятность женщин заболеть раком груди в Кении была в 82 раза ниже, чем в США. Доктор Эссельштин был даже еще больше удивлен цифрами, полученными по другим видам рака. Угадайте, сколько было случаев доказанной смерти от рака простаты на все население Японии в 1958 году? 18. Это для меня было наиболее озадачивающей цифрой статистики здравоохранения, которая мне попадалась. В том же году население Соединенных Штатов было примерно вдвое больше населения Японии. Но число смертей от рака простаты превысило 14 тысяч. Доктор Эссельштин также открыл, что в начале 70-х годов риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в сельских районах Китая был в 12 раз ниже, чем в США. А в высокогорьях Папуановой и Гвинеи сердечные проблемы редко встречались. Известная ему связь между всеми этими регионами, что он изучал, была простой. Там не было западной системы питания, не было животных продуктов. Еще более убедителем для Эссельштина были исторические данные, которые он долго игнорировал. Во время Второй мировой войны немцы оккупировали Норвегию. Первым делом, с чего они начали, была конфискация всего скота и домашних животных для обеспечения снабжения собственных войск. Норвежцы были вынуждены есть в основном только растительные продукты. Давайте теперь посмотрим на случаи смертей в Норвегии от инфарктов и инсультов за этот период. 1927, 1930, 1935. Вот она вершина. 1939 год. Вот оно. Здесь пришли немцы. И тут же 1940 год. Ух ты! 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Вы видели, чтобы статистика болезней так падала от статинов или шунтирования? Нет. Но посмотрите, что затем произошло с прекращением военной нужды в 1945 году. Возвращается мясо, молочное, и возвращаются инфаркты и инсульты. Такой очевидный и сильный урок. Но мы его не усвоили. Благодаря таким доказательствам, доктор Эссельштин делал такие же выводы, что и доктор Кэмпбелл со своей работы на Филиппинах. Видя причинно-светственную связь между животной пищей и некоторыми нашими смертельными заболеваниями. Но и они не были единственными исследователями, которые пришли к такому выводу. Еще один. Доктор Джон МакДугл. В середине 70-х годов он начал практику на сахарной плантации на Гавайях. Что я наблюдал там? Это то, что здоровье людей значительно отличалось в зависимости от того, сколько они пребывали на Гавайях. Люди, выросшие в Японии, Филиппинах, Корее, Китае, первое поколение, переселившиеся с родины, всегда были подтянуты, не имели сердечно-сосудистых заболеваний, рака простаты, рака толстой кишки, рака груди, ревматического артрита, обширного склероза. Они были в хорошей форме в 90 лет и полностью работоспособны. Их дети были толще и больнее. Их внуки из следующего поколения были тучные и больные. И мне стало ясно, что разница в питании. Первое поколение жило на питании рисом и овощами на их родине. Но их дети начали отказываться от риса и замещать его животной пищей, молочными продуктами, мясом. Результаты были очевидны. Они стали толстые и больные. Так что к этому моменту я знал, что вызывало большинство болезней. К тому времени доктор Кэмпбелл и доктор Эссельштин фактически не знали ничего об этой информации, хотя они достигли революционных выводов, что многие из наших тяжких заболеваний могут быть облегчены, если совершенно не вылечены, если есть то, что они называли необработанной пищей, растительной диетой. Это означает потребление продуктов, которые происходят главным образом из цельных, минимально обработанных растений, таких как фрукты, овощи, злаковые и бобовые. Это означает отказ от пищеживотного происхождения, такой как мясо, молочные продукты и яйца, а также от промышленно обработанных продуктов, от беленой муки, рафинированного сахара и масла. Исследование доктора Кэмпбелла и доктора Эссельштина в этой области изменило их жизни навсегда. Врач будущего больше не будет лечить человеческую оболочку лекарствами, но излечивать и предотвращать болезнь питанием Томас Эдисон. Я посмотрел вашу анкету и вижу, что цели, которые вы хотите достичь, это прекратить инъекции и лекарств, добиться хорошего сна. Сейчас у вас это не получается. А также вы хотите избавиться от усталости и сбросить вес. Это так. Вы правы. Другие жалобы. У вас мало энергии, звон в ушах, заложенность носа, выделение из носа, хрипота, кашель, несварение и диарея, вздутие, черный или кровавый слизистый стул после мяса, трудность в ходьбе, хроническое и неприятное ощущение голода, слабость после еды, сильная зависимость от пищи, общее беспокойство касательно еды. Звучит так, будто я уже мертвый. Большинство этих симптомов должно улучшиться. Моя цель — помочь в этом. Я хочу обратить все ваши болезни, которые можно обратить, и большинство ваших как раз из их числа. Я рассказал вам о рисках и выгодах. На основе того, что я вам сказал, я бы бросил принимать все эти лекарства. Бросить, несмотря на все риски. Я попробую, приложу все усилия. Все будет отлично. К 1975 году доктор Кэмпбелл в Корнельском университете изучал свои открытия на Филиппинах. Наша работа с самого начала имела в основе две цели. Первое — воспроизвести, по возможности, индийский эксперимент, потому что он был провоцирующим. И второе — если это окажется правдой, я хотел изучить механизм, как это работает. Подобно индийским ученым, Кэмпбелл кормил половину крыс рационом 20% казеина — главного белка в молочной продукции. Другой половине давали только 5% казеина. После 12 недель исследования, крысы на рационе с высоким содержанием белка имели сильно повышенный уровень раннего развития раковой опухоли печени. С другой стороны, все крысы с рационом 5% белка вообще не имели признаков рака. Но доктор Кэмпбелл решил продвинуться в результатах на шаг дальше. В этот раз, вместо того, чтобы держать крыс на одном рационе на протяжении всего опыта, он поместил их в одну группу и менял рацион туда и обратно, между 5% и 20% молочного белка. Результаты были удивительными. Каждый раз, когда крысам скармливали 20% белка, раннее развитие опухолей вспыхивало. Но у тех же крыс на 5% белка развитие опухоли приостанавливалось. Это невероятно важная информация. Мы могли включать и выключать рост рака, просто регулируя уровень потребления этого белка. Потребление белка американцами тоже находится в пределах от 5 до 20%. Обычно в исследованиях применяют химические канцерогены в масштабах, превышающих этот уровень на 3-4 порядка. К еще большему удивлению, доктор Кэмпбелл обнаружил, что рацион с 20% белка, растительного происхождения из соевых бобов и пшеницы не провоцировал рак. Однако, существует укореневшийся общественный стереотип, что животный белок важен для человеческого здоровья. Кони Дикман поддерживает это утверждение. Мисс Дикман — директор по вопросам питания в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Она — бывший президент Американской диетической ассоциации и советник при Национальном совете по молочным продуктам. Когда Вы исключаете животную пищу из рациона, Вы подвергаетесь риску недостатка белка. Животный белок обеспечивает все необходимые аминокислоты для роста и замещения тканей, общего здоровья. Питаясь растительной пищей, фактически невозможно испытать недостаток белка при отсутствии дефицита калорий. Если Вы возьмете еду с наименьшим содержанием белка, например, картофель или рис, Вы потребите 9% — то количество, которое более-менее необходимо. Исследование доктора Кэмпбелла привело его к заключению, каким способом гены, химические вещества и питание взаимодействуют при возникновении рака. Рак начинается с генов. Это не обязательно врожденные гены. Это могут быть гены, измененные химикатами. Эти гены становятся способными производить раковые клетки. Что происходит с раком? Мы провоцируем эти раковые клетки к росту со временем. Вот где на сцену выходит питание. Они растут значительно быстрее, когда их кормят животным белком. Доктор Кэмпбелл и другие диетологи обнаружили, что только небольшой процент раковых клеток вызван исключительно генами. Я думаю, общее количество, исходя из моих наблюдений, возможно, не более 2% максимум. Это связано с генами, которые у нас могут быть или нет. Это наиболее полезная и обнадеживающая информация, которую я предоставляю людям. Потому что на протяжении жизни, если вы думаете, что всё, что случится с вашим здоровьем, из-за генов, то вы просто беспомощная жертва. Моя диета довольно ужасна. Я борюсь против двух групп пищи. Первая — кофе и сахар. Доктор Пэм Поппер — исполнительный директор класса хорошего здоровья в Коламбусе, Агайо, и эксперт в области питания. Женщины в моей семье страдают лишним весом. Я не питаюсь и не живу, как они. У моего здоровья иная судьба, так как я не разделяю их привычек. На протяжении следующих нескольких лет доктор Кэмпбелл инициировал ещё более масштабные исследования с использованием животных и растительных питательных веществ. Результаты были однозначными. Вещества из животной пищи провоцировали рак. Растительная пища уменьшала развитие рака. Но всё же доктор Кэмпбелл не идентифицировал особый биологический механизм, вызывающий эффект, который он наблюдал. Мы обнаружили, что не было единого механизма. То, что мы наблюдаем, это комплекс механизмов. Мы думаем, что питание — это потребление отдельных питательных веществ. И это точка зрения рынка и производителей. Когда фактически в питании сотни тысяч разных химических элементов работают согласованно в симфонии. Сложность колоссальная. Это целостная концепция. И я должен сказать себе, это потрясающе. Доктор Кэмпбелл осознавал, что его открытия в лаборатории были значительными, но ограниченными. Как эти результаты относятся к людям? Как разные виды пищи влияют на рак и другие болезни? Кэмпбеллу нужен был большой опыт в масштабах населения. И вскоре он нашел идеальную возможность. Манго действительно хорошее. Оно придает вкус. Вы должны выбирать более спелые. Доктор Мэтт Ледерман и его жена Илона Полдей среди малого, но растущего числа практикующих врачей, которые используют питание цельными растительными продуктами для основного лечения своих пациентов. От совершения покупок до обучения пациентов чтению и этикеток с информацией о питательных веществах. Безразлично, что там написано спереди на упаковке. Смотреть надо на ингредиенты. Они не похожи на типичных докторов. Доктора Ледерман и Полдей используют еду как лекарство, потому что они полагают, что это лучшее доступное лекарство. Лекарство, которое не только позволяет пациентам чувствовать себя лучше, но и действительно улучшает их здоровье. В 1973 году Конгресс США утвердил новый биль о фермерских субсидиях. Среди прочих вещей он включал поощрения, которые стимулировали масштабное увеличение производства кукурузы. Одним из побочных продуктов такого избыточного производства был дешевый подсластитель под названием кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Компании могли добавлять этот подсластитель во что угодно, делая таким образом эти продукты легкодоступными по низкой цене. Переработанный сахар и другая рафинированная пища являются намного более насыщенными калориями, чем изначальный продукт. Значительный рост их употребления стал причиной того, что промышленная пища стала намного насыщенней. Для эволюционного психолога и писателя доктора Дага Лайла потребление ненатуральной насыщенной пищи — главная причина эпидемии ожирения в Америке. Это не потому, что люди себя оправдывают, не потому, что они ленивые, и не потому, что не осведомлены. То, что происходит, — это механизм, связанный с едой, процесс начинается с рецепторов в желудке, помогающих оценить, сколько пищи мы съели. Сюда входят рецепторы растяжения, помогающие определить объем еды в наших желудках. У нас также есть рецепторы плотности, помогающие определить калорийную плотность или, как принято говорить, насыщенность еды. Например, 500 килокалорий природной растительной пищи заполняют желудок полностью, включая наши рецепторы растяжения и плотности, сигнализирующие мозгу, что еды достаточно. Но 500 килокалорий промышленной, ненатуральной пищи заполняют желудок намного меньше, обманывая рецепторы и говоря мозгу, что нужно съесть больше. Еще хуже — 500 килокалорий масла, почти чистого жира, которые почти не включают рецепторов вообще. Проблема, с которой мы имеем дело — пища становится искусственной. Поэтому люди вынуждены переедать, чтобы чувствовать себя удовлетворенными. Но когда эта концентрированная пища наносит нам вред, она в то же время доставляет много удовольствия. Доктор Лайк говорит, что разгадка связана с системой под названием мотивационная триада. Это биологический механизм, который природа создала для всех существ на Земле, чтобы они могли выжить и передать свои гены к следующему потомству. Первый рычаг мотивационной триады — поиск удовольствия. И главным образом две вещи служат этому причиной — пища и секс. В случае с белой акулой — это неоновый знак, моргающий перед головой и говорящий «Еда, секс, еда, секс». Если это мужская особь, знак говорит «Секс, еда, секс». Другие два рычага мотивационной триады — это избежание боли и совершение всего с наименьшими усилиями. Поиск удовольствия, избежание боли и сохранение энергии — это основа животного поведения. Говорим ли мы о бактериях под микроскопом или большой белой акуле? Более обогащенная еда естественным образом возбуждает наши органы чувств, потому что это естественный способ сказать нам, что это высшая степень пищевой награды за наименьшие прилагаемые усилия. Это помогало нашим предкам найти наиболее калорийную и спелую доступную еду. Но в сегодняшней среде мы можем искусственно увеличить калорийную плотность далеко за пределы того, что наши предки могли найти в природе. В результате еда даёт сверхнормальное количество удовольствия, а это ведёт нас к тому, что доктор Лайл называет «ловушкой удовольствия». Ловушка удовольствия — взаимодействие между нашими естественными инстинктами, которые подсказывают нам делать нужные вещи, и неким видом искусственной современной стимуляции, которая оседлала, перехватила процессы. Классический пример ловушки удовольствия — наркотики, наркотическая зависимость. Способ, которым работают наркотики — перехват существующих центров удовольствия. Когда определённые химические вещества наносят удар по этим областям, они вызывают чувство эйфории и возбуждения. Такой же эффект происходит, когда мы едим высококонцентрированную, обработанную пищу. Мы убираем волокна, убираем воду, минералы. Мы делаем всё, что можем, чтобы повысить концентрацию сахара и жира до предела, и добавляем соль в нашу еду. И наша пища превращается в слабый наркотик. Это наркотики, которые имеют другие пищевые побочные эффекты, не только потребление большого количества пустых калорий. Доктор Терри Мэйсон, уполномоченный по здоровому питанию города Чикаго, он один из немногих общественных чиновников в Америке, кто открыто поддерживает систему питания цельными растительными продуктами. Если это ходило, ползало, прыгало, плавало, карабкалось, имело глаза маму и папу, не ешьте это. Доктор Мэйсона не смущает тот факт, что менее зажиточные слои населения испытывают затруднения при выборе лучшего питания. Прежде всего, системы питания насыщены калориями и бедны питательными элементами. Это настоящая проблема. И, к сожалению, бедные люди являются бедными во всем. Они бедны здоровьем, бедны в питании. Они бедны в любом отношении, что можно представить. Это делает менее успешных людей особенно уязвимыми к низкосортной зависимости от промышленной пищи. Людям нужны быстрые вещи. Им нравится соленое и жирное. И это порядок вещей, которые мы наблюдаем в нашем обществе. Сандера Нейшн живет в тихом пригороде Кливленда, штат Огайо, со своими пятью детьми. В октябре 2009 года ее поразила неизвестная болезнь. Я хотела сказать что-то, но слова не произносились. Меня начинало трясти, морозило. Была большая усталость, и мой желудок желал, чтобы кто-то вызвал доктора. У меня диагностировали гипертонию и диабет. Как и Джои и Коэн, Сандери выписали дорогие лекарства для лечения. Я была в изумлении. Сказала, «Нет, это мне не нужно». Но у меня не было необходимых знаний. И я вынуждена была положиться на эти таблетки, чтобы спасти меня. Но потом Сандера попала к доктору Эссельштину, который порекомендовал ей лечить болезнь питанием цельными растительными продуктами. Пойдемте, нужно приступать к работе. Я немного волновалась, но он меня успокоил. Я действительно была заинтересована в том, что он говорил и чему учил меня. Я была открыта для принятия нового опыта. «Тот, кто принимает лекарства и пренебрегает питанием, попусту тратит время своего врача». Древняя китайская пословица. В 1974 году китайский премьер Чжоу Инлай был госпитализирован с раком мочевого пузыря. Зная, что его болезнь злокачественная, он решил предоставить своей стороне лучшее понимание природы рака. Он инициировал то, что позже стало одним из наиболее масштабных и тщательных исследований в истории. 650 тысяч исследователей каталогизировали смертельные случаи от нескольких видов рака в период с 1973 по 1975 года. Исследование охватило каждый кантон в Китае и более 880 миллионов людей. Чжоу умер в 1976 году, за годы до того, как исследование завершилось. Хорошо. Сколько нужно рубашек? Может быть, три? Да. Исследование Чжоу Инлая по раку окажет значительное влияние на то, что доктор Кэмпбелл сам назвал кульминацией своего собственного исследования. Я был там 2-3 месяца. Доктор Джан Ши Чен теперь главный профессор по исследованиям при Китайском Центре по контролю и предотвращению заболеваний. Впервые он встретился с доктором Кэмпбеллом в Корнельском университете в 1980 году, будучи членом Китайского института питания и диетологии. В Холодной войне только началась оттепень. Доктор Чен был одним из первых крупных ученых, посетивших Соединенные Штаты. К тому времени доктор Кэмпбелл стал одним из самых авторитетных биохимиков-диетологов в мире. Когда они открыли эту книгу, было начато серьезное сотрудничество. Это «Атлас смертности от рака в Китае», опубликованный в 1981 году. «Атлас рака» стал результатом широкомасштабного исследования Джоу Инлая. Он показал довольно необычное географическое распределение видов рака в Китае, которые были сгруппированы в определенные горячие точки. Это было справедливо для каждого вида рака. Кантоны с самым высоким уровнем были всегда намного больше, чем кантоны с низким уровнем. Например, по раку пищевода, согласно этой карте рака, смертность имела 400-кратное различие в разных регионах Китая. Это огромное. Я понимал, что в США кратность была в несколько раз отличной, возможно, в два раза. Это привлекало внимание. Почему? Все китайцы генетически одинаковы. Но почему они имеют такие большие различия в смертности от одного вида рака? Мы считаем, что это должно быть связано со средой. И с нашей профессиональной точки зрения, с питанием, конечно. Доктор Чен сказал, почему бы нам просто не пойти и не исследовать? Для доктора Кэмпбелла это была возможность, которую он искал. Среди прочего, он смог изучать, как его наблюдения за раком печени детей на Филиппинах и результаты опытов с лабораторными крысами будут применены на людях в масштабах страны. Проект оценивал 367 показателей, связанных с питанием и здоровьем, выступая таким образом наиболее амбициозным исследованием в области питания, проводимым когда-либо. Доктор Кэмпбелл с коллегами тщательно выбрали 65 кантонов по всему Китаю. Эти кантоны главным образом были расположены в сельских или наполовину сельских областях. Мы использовали сельские кантоны, потому что они стабильны. Их обитатели вели постоянный образ жизни много лет. были обучены более 350 сотрудников. Они тщательно изучали питание и образ жизни. 6500 людей в выбранных кантонах. Также брались образцы мочи и крови. В 1983 году доктора Кэмпбелл, Чен и их коллеги начали анализ обширного количества собранной информации. Работа заняла годы. После 8 недель цельной растительной диеты Джои и Коин не прибегал к помощи лекарств. Когда я это начал, у меня были побочные эффекты от лекарств и нездорового состояния. Но теперь моя форма улучшается с каждым днем. Я чувствую себя здоровее. Я очень редко устаю днем. Я чувствую себя прекрасно все время. Это весы, на которых я взвешиваюсь. Я начал 8 недель назад с весом 98-100 килограмм. И теперь он колеблется между 82-84 килограмм. Ни один из моих ремней теперь не подходит. На этом я вынужден был проколоть два дополнительных отверстия, потому что этот пояс мне очень нравился. Ничего не подходит. Мне нужно пойти в магазин. Это вся моя одежда. Тоже проблему нажил. Это увлекательно для него. К тому же он наблюдает прекрасные результаты. Я не думаю, что он вернется к былому образу жизни. Он чувствует себя так хорошо. Даже когда он начал так питаться и немного продержался, он почувствовал себя прекрасно. Он полон энергии. Он выглядит моложе. Я считаю, что для него это огромная мотивация поддерживать такой образ жизни. Потому что в случае отказа ему придется опять принимать все эти таблетки. В середине 80-х годов доктор Колдвилл Эссельштин пытался организовать исследования по болезням коронарных артерий сердца. Его план состоял в том, чтобы посадить группу пациентов на низкожировую растительную диету с небольшим количеством нежирных молочных продуктов и минимальным количеством лекарств, понижающих холестерин. В течение следующих 18 месяцев у меня было 24 пациента, о которых я просил. Но эти присланные были мне особенно дороги. Это были пациенты, которые прошли одно или два шунтирования, одну или две операции пластики сосудов. И было пять, в заключениях которых было сказано, что они не проживут и года. Одна из наиболее серьезных больных пациенток была 59-летняя Эвелин Озвик, учитель языка и искусства общения. Я ела каждое шоколадное пирожное, каждый сахарный пончик, что попадал мне в руки. Мне нравились блюда с большим количеством подливки. А затем у меня было два тяжелых инфаркта, прежде чем я встретила доктора Эссиштина. Когда у меня был второй инфаркт, доктор сказал, чтобы я готовилась к смерти. Таковы его слова. Я посмотрела на него и сказала, «Вы действительно имеете в виду, что все, что я должна делать, качаться в кресле и ждать?» И он посмотрел на меня и сказал, «Да, именно это я и говорю». Энтони Йен родился и вырос в Китае. Мы питались типичной китайской кухней. Очень маленькие кусочки мяса, тонко нарезанные, как говорится, для придания вкуса, в отличие от американского способа, когда вы едите огромные куски мяса, которыми можно накормить целую семью в Китае. Но когда я приехал в США, начал приобщаться к фастфуду. Гамбургеры, чизбургеры, пицца. Я заметил, что начал набирать вес. Когда мистеру Йену было 56 лет, он внезапно почувствовал острую боль в груди. В то время я прошел операцию на открытом сердце. Мне сделали пять шунтирований, но, что было интересным, неделю позже я чувствовал мою грудь снова сдавленной. Тогда я и моя жена пошли на прием к доктору Эссельштину. Я делал осмотр каждому из этих пациентов каждые две недели в течение пяти лет. Мы вели учет холестерина, кровяного давления, веса и учитывали каждый съеденный кусочек. Используя простые продукты, как основное лекарство для пациентов, доктор Эссельштин противостоял высокотехнологичной и дорогой системе, глубоко укоренившейся в официальной медицине и правительстве. За моей спиной меня должны были называть доктор Росток. Я всегда любил бросать вызов. Все по порядку. Сначала кунжут, потом добавляем лук и шпинат. Всю свою жизнь я не был жаворонком. Прежде я жил неправильно. Я вставал утром, накачивая себя кофеином, колой и энергетическими напитками прежде, чем я мог что-то сообразить и приступить к работе. Мы не будем готовить рисовую лапшу, но вы можете сварить ее и положить сверху. Он ест чаще, но правильную пищу, и он сбросил вес, и, конечно, чувствует себя намного лучше. Это видно у него на лице, шее, животе. Он сбросил много там, у него больше энергии, и он просыпается утром раньше. Это замечательно, потому что у нас теперь утром больше времени, что проводить его вместе. Ты же ничего не должен носить. Ты же доктор. Питание, образ жизни и смертность в Китае. 1990 год. По результатам почти десятилетия интенсивных усилий доктор Кэмпбелл с коллегами наконец опубликовали свое китайское исследование. Оно определило не меньше, чем 94 тысячи корреляций между питанием и болезнями. Это большое число для исследований, и в конце концов мы внесли все корреляции в эту книгу. Посмотрев на число статистических данных, это между 8 и 9 тысячами, и проанализировав их, они стали статистически значимыми. Следовательно, если 19 из 20 указывают в одном направлении, они высокозначимы и с высокой степенью вероятности достоверны. Сотни подробных таблиц и графиков, включенных в исследование, каждая представляет сырые собранные данные. Затем эта информация перекрестно обрабатывается несколькими путями, чтобы доказать свою надежность и показать, как она связана с 360 переменными, изучавшимися в эксперименте. Мы увидели главный посыл из всего этого пестрого анализа. Питание растительной пищей главным образом злаками, овощами и фруктами, где мало животной пищи, всегда ассоциировано с низкой смертностью от определенных типов рака, инсультов и коронарных болезней сердца. Нью-Йорк Таймс назвала это наиболее обширным крупным исследованием, когда-либо проведенным на тему связи питания и риском развития заболеваний. Для доктора Кэмпбелла это была удача, получить данные в масштабах населения, и это замечательно согласовывалось с его предыдущими открытиями. Вместе они составляли ясное научное доказательство. Пища на основе цельных растительных продуктов полезна для человеческого здоровья, пищи на животных продуктах нет. Дорога Сандеры Нэшен к лучшему состоянию здоровья не была легкой поначалу. Это было тяжело, потому что я ела жирную пищу все предыдущие годы, сколько я себя помню. тяжело было перейти к этому и резко поменять все на следующий день. Я начала вести дневник первые три недели, записывала свои чувства и эмоции, чтобы и другие люди могли увидеть, что это нормально так себя ощущать. Все время Сандера ощущала поддержку доктора Эссельштина и его жены Энни. Они всегда поддерживали со мной связь, и это было наподобие «Мы о тебе не забыли, и я знаю, что это так. Я это чувствую. Я хочу отметить этот день. У меня в ушах был звук метро, и потом раздался звонок. Это была миссис Эссельштин. Как будто она знала, что я слаба в этот момент. Она четко проговорила «Пообещай, что ты останешься от начала до конца». Как будто она почувствовала, что нужно позвонить именно тогда. В то время, когда доктор Кэмпбелл опубликовал китайское исследование, доктор Эссельштин получил ценные данные исследования, которые он начал в 1985 году. Оно стартовало с 24 пациентами, но 6 выпали в первый год, оставив его с 18. В конце пятилетки у нас были ангиограммы, и у 11 человек из группы болезнь остановилась. Она не развивалась. И было 4, где мы наблюдали регрессию, откат болезни. Эти результаты были удивительными. Питание дало то, что лекарства и хирургия никогда не давали до этого. Действительный откат сердечных заболеваний. Биологический механизм явления регрессии находится на внутренних стенках вен и артерий. Клетки эндотелия — это истинные бронежилеты наших сосудов. Когда вы молоды, вы подросток, вы здоровы, этот слой очень толстый, у вас как будто усиленная охрана. В 1988 году ученые открыли, что клетки эндотелия производят газ оксида азота. Какова роль оксида азота? Он сохраняет нашу кровь текучей. Она не пристает к стенкам. Он также помогает расширять сосуды во время физической активности и препятствует формированию бляшек. А самое главное, оксид азота является мощной силой для снятия воспаления, которая сопутствует формированию бляшек. Однако научные испытания продемонстрировали, что когда мы начинаем питаться стандартной западной едой, клетки эндотелия повреждаются. Когда вы пьете пиво в свои 50-60 лет, вы убиваете клетки эндотелия. У вас нет усиленной охраны. Может быть, остался один маленький телохранитель, и он не может защитить вас. Согласно доктору Эссельштин, когда мы начинаем есть пищу из цельных растительных продуктов, повреждения клеток эндотелия не только приостанавливаются, они начинают идти вспять. После пяти лет своего исследования Эссельштин ввел маленькие, но значимые изменения в меню своих пациентов. Они начались в 1990-м, когда появился обзор исследований доктора Кэмпбелла в Нью-Йорк Таймс. Доктор Эссельштин увидел его и пригласил меня на конференцию, которую он организовал в Аризоне. Эти два революционера, которые до сих пор шли похожими, но раздельными путями, наконец встретились лицом к лицу. С одной стороны, я пришел из научной сферы со своими результатами. Он пришел из практической, со своими наработками. Вот наука, а вот данные исследований хронических болезней, соединенные вместе, они дали изумительные результаты. Когда Эссельштин узнал об исследовании Кэмпбелла, он убрал молочные продукты из меню своих пациентов. Результаты его продолжающегося исследования не прекращали поражать. В 1995-м он опубликовал его со всеми подробностями в известном научном журнале. Одна из самых замечательных историй успеха Эссельштина о его коллеге из клинике Кливленда, докторе Джозефе Кроу. Вообще-то, я был активным, здоровым, очень занятым мужчиной на четвертом десятке лет. не имел никаких факторов риска, проблем с сердцем. Доктор Кроу имел уровень холестерина, который считался здоровым, внезапно был сражен сердечным приступом. Эта ангиограмма, взятая после почти смертельного инфаркта в 1996-м году, показывает, как сильно была повреждена одна из этих коронарных артерий. А эта ангиограмма была взята меньше, чем через 3 года после лечения исключительно диетой. До поврежденной артерии. После здоровая артерия. Доктор Кроу счастливчик. В 25% случаев внезапная смерть первый и единственный признак болезни коронарных сосудов. Все 18 изначальных пациентов доктора Эссельштина пережили 12 лет исследования. Сегодня 14 пациентов все еще живы после 20 лет начала эксперимента. Что касается доктора Эссельштина, он всегда обходителен. Он сказал, у вас нет выбора, или вы принимаете эту программу и питание, или уходите. Он улыбчив и обаятелен, но он строгий, благодаря этому я еще живу. Он замечательный человек. я посмотрел на фото, снятые 20 лет назад. Я выглядел старше, чем выгляжу сегодня. Единственное, что я утратил, мои волосы. Энтони и другие пациенты, мужчины, заметили и другие перемены. Когда вы молоды, будучи подростком и видите женщину, вы возбуждаетесь. Первая реакция физическая, подъем. Вы понимаете, я называю это поднять флажок. Это происходит с нами, со всеми подопытными кроликами, доктора Эссельштина, как я их называю. Флажок до сих пор поднимается. Пойти рассказать доктору о вашей проблеме, последнее, что бы вам хотелось. Но разговор необходим. Я практикующий уролог последние 25 лет. Проблемы с эрекцией первый клинический признак сердечно-сосудистых заболеваний. Это как датчик метана в угольной шахте. Это вещь, дающая вам знать, что у вас существенные проблемы с эндотелием и сосудами значительно раньше, чем случится инфаркт и что-то подобное. Мы должны прекратить рассматривать организм как отдельные части. Это в действительности не так. Кровь циркулирует по всему телу, и если у вас проблемы с сосудами в одном месте, у вас проблемы везде. Несмотря на явный успех диетического подхода, некоторые критики говорят, что такое питание экстремальное. западной системой питания гарантировано, что полумиллиона людей в этой стране должны будут разрезать грудь, обнажить сердце, взять вены с их ног и пришить в сердце. Некоторые это назовут экстремальным. Доктор Эстерштин успешно вылечил 250 пациентов с сердечными заболеваниями, используя почти исключительно питание цельными растительными продуктами. Сердечно-сосудистые болезни, с моей точки зрения, абсолютно безвредные огородные пугало. Они никогда не должны были существовать, и если существуют, не должны прогрессировать. Лас-Вегас, штат Невада. В гимнастическом зале высокого класса мы нашли необычного спортсмена, питающегося растительной пищей. Участник боев без правил Марк Дензик. В мире смешанных боевых искусств сила, твердость и выдержка играют важную роль. У Марка все это есть. Я исключил молочку из своей диеты, когда мне было около 18 лет. Из-за аллергии ушных и носовых проходов на молочные продукты. Они у меня воспалялись. Когда я это исключил, единственное, что отделяло меня от веганства, были куриное мясо и рыба. Я ел это годами, полагая, что это мне необходимо. Каждый говорит тебе, если ты спортсмен, тебе нужны это мясо и рыба для снабжения белком. Эти вечные мифы. После отказа от куриного мяса и рыбы у меня была только психологическая ломка. Я выделяюсь из массы людей, где стероиды считаются нормой, где многие считают, что веган это тощий, эксцентричный человек. Я не пытаюсь целенаправленно разрушить этот стереотип. Я просто пытаюсь следовать такой системе питания, из личностных побуждений, и это работает для меня. Я чувствую приток энергии, мне не нужны вообще мясные продукты. Я также чувствую, что быстрее восстанавливаюсь после тренировок. Я не пытаюсь принадлежать к некому эксклюзивному клубу. Я делаю свою работу и не планирую есть мясо, молочко и тому подобное всю оставшуюся жизнь. Эта пирамида называется продуктовой. Она включает четыре основные группы продуктов, которые нужны нам каждый день. Мы должны принимать четверть литра свежего молока в день, чтобы обеспечить себя кальцием и витамином А и другими питательными веществами, необходимыми для наших детей. Десятилетиями молочная промышленность и правительство США говорили, что молоко полезно для наших костей. Вся цельная еда содержит кальций, важный элемент для укрепления костей. Вызывает спор, нужно ли большое количество кальция из молока. Детям, женщинам в возрасте особенно внушают, что они должны пить больше молока. Как вы считаете, что в молочных продуктах для нас самое важное? Кальций. Кальций. Наука относительно молочной промышленности и здоровья костей довольно последовательна. А также Национальный Союз Борьбы с остеопорозом использует ее в своих рекомендациях. Остеопороз — разрушительная болезнь костей, которая главным образом связана с дефицитом кальция. Если это правда, государство с высоким потреблением молочных продуктов, которые являются главным источником кальция в западном питании, должны иметь низкий уровень заболеваемости остеопорозом. Но согласно исследованию, проделанному выдающимся гарвардским ученым, государства с высоким потреблением кальция имеют склонность к высокому показателю переломов бедер, что является ключевым показателем остеопороза. В действительности, высокое потребление молочных продуктов ведет к высокому уровню остеопороза, как раз обратное тому, что говорит нам Главных механизмов этого — животный белок, склонный к образованию кислоты, состояние, которое называют метаболистическим ацидозом. Чтобы справиться с этим состоянием, тело извлекает наиболее доступный элемент для буферизации кислоты — кальций из костей. По мере того, как кальций извлекается для нейтрализации кислоты, кости ослабевают. Защищая полезные свойства молока, много государственных здравоохранительных организаций сейчас рекомендуют потреблять нежирные молочные продукты. Это может быть молоко, йогурт, сыр, все, что сделано из молока, но главное — это рекомендация от Американской Диетической Ассоциации Национального Союза Борьбы с остеопорозом, раком, сердечно-сосудистыми болезнями. Это должно содержать как можно меньше жира. Жир убирают, белка становятся больше в пропорции. Продукты становятся насыщеннее белком, беднее жиром. И если мы сравним эти высокобелковые нежирные продукты, например, с уровнем заболеваемости раком простаты, связь настолько сильна, как между курением и раком легких. Большинство из этих животных — телки, молодые самки, еще не коровы. У них еще не было первого теленка. Для поддержания лактации сейчас их все время держат беременными годами, пока они едят траву. Это последний раз в их жизни, когда они пасутся. После этого их закроют в коровнике до конца их дней. Когда я был молод, мы защищали наши продукты, рекламировали как идеальную пищу от природы. И я в это верил. Но со временем я внес небольшую поправку. Это идеальная еда для теленка. И попытки передать ее другим видам не имеют смысла. После двух месяцев лечения Сандера испытала поразительный эффект с ее диабетом второго типа и гипертонией. Уровень сахара в крови около 80. Я уже была шокирована. 70. Я была даже встревожена. 60. Неплохо. Всего 60. Я сказала консультантам по диабету «Это замечательно. Все в порядке. Сахар в крови. Поджелудочная железа работает, восстанавливается». По иронии судьбы Сандера работает в Центре помощи больным диабетам. Но лечение, помогшее ей избавиться от диабета, пришло из-за пределов традиционной медицины. Положительные результаты далеко превзошли ожидания обычного лечения хронических болезней Сандера. Психологически я была заторможена. У меня был страх перед прогрессированием болезни, над которой я не имела контроля. Сейчас психологически я чувствую себя превосходно. Я ем продукты, которые должна есть. Мне открываются простые истины. Начинаешь чувствовать настоящий вкус овощей. Когда ешь персик, мне от него очень легко. Я должна есть, и это хорошо, что надо есть. Но я сжигаю сахар сейчас, теряю вес, и ты сам меняешься. Вещи, от которых зависим, такие как лекарства, мы должны быть более ответственными и все проверять сами. И говоря о лекарствах врачей, какое у Сандера обычное чувство насчет ее способа жизни? Когда я недавно посетила бывшего врача, мой уровень сахара в крови был идеальным. Я спросила, мне уже не надо принимать лекарства? Она сказала, нет, ты должна их принимать. И еще сказала, что это доктора пытаются сделать? Снять тебя с лекарств? Я посмотрела на и сказала, да, это основная цель. Так что еще существуют люди, которых мы должны заставить поверить. Сара и Джим завтракают в 7 часов. Это хороший завтрак, состоящий из качественных базовых продуктов. Сегодня у них молоко, злаки, яйца и нарезанный апельсин. Они начинают день правильно. Ключевая структура, которая помогает устанавливать рекомендации по питанию для американцев Министерство сельского хозяйства США. Министерство помогает определить, какие продукты потреблять каждому, от солдата в поле до детей в школьном кафе. Эти рекомендации также преподаются в американских школах, влияя на то, что дети будут есть на протяжении всей остальной жизни. Доктор Дэвид Кларфилд дипломированный диетолог и ведущий национальной программы питания населения в службе сельскохозяйственных исследований Министерства. Мы даем диетические рекомендации с 1890-х годов. Прежде чем мы что-то знали о витаминах и минералах, мы разработали различные группы продуктов. Было основных 4, 5, 7, 12, и они изменялись в меру того, как изменялась наука. Возможно, самые известные из этих групп основные 4, представленные в 1956 в буклете «Еда для хорошей формы». Это была основа для диетического образования. Более 30 лет основные 4 группы определяли то, что целое поколение американцев считало здоровой пищей. 4 группы были заменены в 1992 году продуктовой пирамидой, затем обновлены моей пирамидой. Эти рекомендации включали 3 приема молочных продуктов в день, а мясо оставалось главным источником белка. Следуя моей пирамиде, 15-летней девушке следует придерживаться дневного рациона, состоящего из порции злаковых хлопьев с нежирным молоком и стакана апельсинного сока из концентрата на завтрак. Крекера с ароматом сыра на перекус, чизбургера с булочкой из цельного зерна, картошки фри и колы на обед, шоколадного пудинга и винограда на дневной перекус, и куриных Посмотрим теперь, что происходит с тем питанием, что мы даем детям в школьной системе. Мы не должны удивляться росту ожирения среди детей, которые мы наблюдаем. Доктор Нил Барнер медицинский исследователь и президент комитета терапевтов за ответственную медицину. Проблема в том, что когда ребенок берет свой поднос в очереди школьной столовой, вы наблюдаете федеральную программу в действии. Бутерброды с сыром, молоко обильно датируются, а овощи и фрукты тяжелее найти. Это потому, что правительство заключает договоры с производителями мяса и другими промышленниками. Это не имеет ничего общего со здоровьем детей. Это относится только к финансовому здоровью крупных сельскохозяйственных компаний. Министерство сельского хозяйства США это по сути партнерская организация фармацевтики. Хорошо, если это так, то эта организация не должна в то же время защищать интересы фермеров, датировать их производство, управлять товарами общего потребления, давать субсидии для снижения стоимости выращивания. Тогда они должны признаться, мы будем советовать вам, что есть, исходя из интересов нашего электората, то есть фермеров, а не потребителей. В 1998 году команда Барнадо подала в суд на министерство. Через каждые пять лет правительство пересматривает формулировки рекомендаций по питанию для американцев. Это приблизительная схема, чем должны питаться американцы, чтобы быть здоровыми. Мы посмотрели на состав комиссии, которая утвердила ее, и оказалось, что шесть членов из одиннадцати имели финансовые связи с пищевой промышленностью. Погодите минутку, ведь существуют законы, по которым они должны действовать и обеспечивать свою прозрачность. Они нарушили эти законы. Мы подали в суд, был долгий процесс, мы выиграли, но это не повлияло на их политику протекционирования промышленности, чем они всегда занимали. Я не думаю, что проблема в связи ученых и промышленников. Если у производителей говядины возникают вопросы по поводу качества их продукции, разве не должны они обращаться к лучшим ученым? И если лучшие ученые консультируют пищевую промышленность, разве они не перестают быть лучшими учеными? Эти члены комиссии, которые утверждали рекомендации по питанию, финансовая причина конфликта интересов — единственная причина подобных конфликтов. С другой стороны, есть люди, потратившие всю свою жизнь, карьеру на то, чтобы доказать пользу вегетарианского питания и вред красного мяса. У них, вероятно, нет интереса в промышленном секторе, но и у них также конфликт интересов. Конечно, у нас развивается определенный уклон. У меня тоже есть такой уклон. Я должен был определить это в своей карьере. Я получил результаты, которые противоречили моим убеждениям. Я должен был посмотреть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды очень внимательно и изменить свои убеждения. Доктор Кэмпбелл заплатил цену за смену своих взглядов. Он попал в немилость администрации своего университета, причем, будучи ведущим ученым и обеспечив миллионы долларов исследовательских грантов для отдела науки по питанию Корнельского университета. Его популярный курс лекций был отменен руководителем отдела, который длительное время был главным консультантом молочной промышленности. Многочисленные наблюдатели отмечают, что это было субъективное решение, нарушавшее стандарты академической этики. Доктор Кэмпбелл также ощутил на себе серьезное скоординированное давление через исследования, которое использовалось для составления рекомендаций для правительственной политики питания. Один пример. Его взгляд останавливается на престижной национальной академии наук. Здание позади меня вероятно самое важное здание в сфере науки в этой стране. Здесь ученые принимают участие в разработке современных направлений развития науки и способов ее применения в правительственной политике. В те годы, когда я участвовал, эти комиссии зачастую создавались на общественные средства. В последние годы я видел все больше и больше средств больших корпораций. В их интересах поддерживается деятельность комиссии. И больше таких людей допускались в комиссии более высокого уровня, особенно избранные члены комитета. И, конечно, они могли выбрать людей, которые им нравились и могли выдать определенное заключение. Так не должно быть, и я уверен, что республика должна знать, как сместить власть денежных мешков. Четверть того, что вы едите, поддерживает вам жизнь. Остальные три четверти поддерживают вашего врача. Старинная египетская пословица. Ванкувер, Канада. Я была марафонцем 14 лет. 47 лет был пик моей спортивной карьеры. В 1982 году карьера бегунки Рут Хендрик внезапно оборвалась, когда ей поставили диагноз рак груди. После удаления грудной железы лечащий врач порекомендовал химиотерапию и облучение, чтобы лечить рак, который к тому времени распространился на легкие и кости. Рут вместо этого решила посетить доктора Джона МакДугала. Для Рут я продемонстрировал всю собранную информацию о питании и раке груди. Положил все эти папки здесь, почитай внимательно и скажи, что ты думаешь. Эти исследования доказывают, что питание может обратить рак груди. она прочитала это, вышла и сказала, окей, я поменяю свое питание. И она поменяла. Итак, это показало мне, как питаться, никаких животных продуктов, много фруктов и овощей, цельных зла. Рут тогда начала тренировки для триатлона Айронмен на Гавайях. Он состоял из марафона, велосипедного пробега на длинную дистанцию и заплыва. Я стала одержимой, не бросала бегать, конечно, никогда, и принесла плавание, велоспорт и занятия с умеренными нагрузками. Люди говорили, ты сошла с ума, ты же онкобольная, тебе нужно отдыхать, так говорят врачи. Я чувствовала себя так прекрасно, в отличной форме и хотела поддерживать этот уровень. И я ощущала, что пока пребываю в здоровом теле и закладываю в него правильную пищу, я могу побороть этот рак. В триатлоне Айронмен Рут выиграла золотую медаль своей возрастной категории. Оставаясь на диете, я обнаружила, что исчезли артрит, запор, дерматит, никаких признаков депрессии, чего можно ожидать с диагнозом рака. Я чувствовала себя обновленной, энергичной и готовой показать, что питание значило намного важнее, чем думали раньше. Другие женщины, прошедшие через рак груди, пациенты с раком толстой кишки, раком простаты, люди с метастазами от рака простаты по всему организму, которые прошли через, как мы это называем, спонтанную ремиссию, без видимых причин, это не конец света при таком диагнозе. Некоторые выживают. Рут выжила. Я соревнуюсь, ежедневно тренируюсь. Сколько людей в 70 лет выходит на триатлоны? Немного. Существует надежда для всех нас по мере того, как мы стареем. Мы не только можем оставаться здоровыми и бороться со способом существования, который навязывает нам болезнь, вы можете начать собирать медали. Наш выбор пищи оказывает глубокое влияние глобального масштаба. На производство одной калории животной пищи затрачивается в 10 раз больше энергии полезных ископаемых, чем на одну калорию растительной пищи. С 1970-х годов было уничтожено 20% джунглей Амазонки. Это территория размером с Калифорнию. 80% этой очищенной земли занято животноводством. Один лишь крупный рогатый скот в мире съедает зерна столько, что им можно накормить 8,7 миллиардов людей почти на 2 миллиарда больше, чем сегодняшнее население земли. Но в реальности существует почти миллиард недоедающих людей по всему миру. Перераспределение даже части зерна, использующегося для откорма скота, накормило бы каждый голодный род на планете. В Дженна Баура эти факты вместе с глубоким уважением к животным помогли убедить принять систему питания цельной растительной пищей. Мистер Баур президент и один из основателей фермы-убежища возле Уоткинс-Гленн, штат Нью-Йорк. Она обеспечивает безопасное место для животных, которые были брошены или над которыми издевались. Я вырос, поедая животных, как и большинство в этой стране. Но однажды я начал размышлять над выбором своего питания. Я признался, что не хочу есть животных. И чем больше я узнавал, тем больше видел, что я был здоровее без животной пищи и я оставляю намного более легкий след на этой планете. Согласно ООН, животноводство более весомый вкладчик в дело глобального потепления, чем вся транспортная промышленность. Так что поедая мясо, молоко и яйца в нынешних количествах, мы вредим собственному здоровью, мы убиваем 10 миллиардов невинных животных в США и мы разрушаем планету. Объединенная статистика ООН и Всемирная Организация Здравоохранения демонстрирует, какое существенное глобальное влияние оказывает питание на здоровье. Вот оценочные количества производства пищи животного происхождения в 9 странах. Цифры, которые тесно связаны с потреблением этих продуктов. А это количество смертей от сердечно-сосудистых болезней и рака в тех же самых странах. В США эти болезни продолжают оказывать огромное влияние. Даже с миллиардами долларов, потраченными на лечение, сердечно-сосудистые болезни удерживают лидерство по количеству смертей, убивая более 600 тысяч человек в год. Слон в комнате, о котором мы говорим, это операция шунтирования коронарных артерий. Конечно, в неотложных случаях эта процедура спасательный круг, но когда она делается по выбору, это не защищает от новых инфарктов. Инструментарий операции шунтирования используется главным образом для лечения крупных закупорок артерий. Но, согласно многим исследованиям, только небольшая часть инфарктов вызвана масштабным накоплением холестериновых бляшек. Остальная часть вызвана многочисленными новообразованными бляшками, которые сильнее воспалены и более склонны к разрыву, чем большие, более стабильные старые бляшки. Вот почему эти операции не лечат болезнь, они лечат симптомы. Доктор Эссельштин ест ту же еду, которую он рекомендует своим пациентам уже 25 лет. Один из его сыновей, Рип Эссельштин, использовал растительную диету для обеспечения успешной 10-летней карьеры профессионального спортсмена-триатлониста. Закончив ее в 34 года, он был готов к переменам и начал тренироваться, чтобы стать пожарником. Остин, штат Техас. Рипа назначили в пожарную команду номер 2 в Остине. Мы соревнуемся во всем. Здесь, на пожарной станции, мы любим держать пари, и однажды, стоя ночью на крыльце, мы поспорили, у кого самый низкий уровень холестерина. На следующее утро мы зашли в лабораторию, сделали анализы, и когда они пришли, мы обнаружили, что Джейм Арнст Джеймс Дредли, местный сельский парень, имел уровень холестерина 344, что означало, что он был у порога смерти. И мы сделали на следующий день переход на растительное питание, для того, чтобы спасти его жизнь и его артерии. Парень согласился поменять свое питание на пожарной станции. Но в Техасе старые вкусовые привычки тяжело искоренять. Мясо почти как спорт в Техасе. Также есть друзья, фанаты барбекю. Это как вид спорта. В Техасе и Канзасе это распространено очень широко. Парни обычно ассоциируются с мясоедством. Если ты пожарник, это без объяснений. В прошлом году в США было 133 смертельных случаев среди пожарных. 52% из них от сердечных приступов. Убийца номер один среди пожарников при исполнении сердечно-сосудистой болезни. После всего трех недель новой диеты Джей Арс дал анализы на холестерин. Он упал до 148 единиц. Уменьшение на 43%. Этот результат вдохновил других, которые тоже обнаружили снижение холестерина и подъем энергии. Как пожарники они помогали не только себе. Они были в лучшей форме, чтобы помочь другим. Будучи пожарником, вы не знаете, когда случится следующий вызов. Может быть сигнал задымленности. Мы должны будем пробираться 20 пролетов лестниц с кислородными масками с полным снаряжением. Все могут спуститься по шесту, но не каждый подняться, особенно без помощи ног. И там речь идет о дополнительных 30-40 килограммах, которые нужно пронести все 20 пролетов. У вас должна быть значительная выдержка и сила, чтобы сделать это. Реальные люди едут планы. Реальные люди едут планы. Как пожарники мы боремся с огнем, и все так думают, но более 70% вызовов медицинская неотложка, и мы отвечаем на случаи инфарктов, гипертонии, диабета второго типа, результатов свирепствующего ожирения. И мы видим непосредственно то разрушение, наносимое стандартным американским питанием. Насчет мяса у меня ответ простой. Оно главный преступник. Но для людей начать брать ответственность в свои руки, начать есть больше растительной пищи, это непросто. после 13 недель на цельном растительном питании настало время получить результаты от доктора Ледермана. Когда вы начали, вес был 104 килограмма, теперь 96. 8 килограммов сбросили. Ваше кровяное давление было 140 на 80, когда начали. Сейчас 112 на 70. Значительное снижение. Продолжайте питаться так же, и оно будет низким. Ваш пульс был 92 в начале, сейчас опустился до 60. Общий уровень холестерина опустился с 241 до 154. Что? С 241 до 154. Замечательно. Это был общий уровень, а теперь плохой холестерин. Это еще более впечатляет. Был 157, опустился до 80. Это изумительно. Опустился почти наполовину. Показатель CRP, служащий маркером воспаления в кровеносных сосудах, опустился с 6 до 2,8 пунктов. Не используя никаких лекарств, я значительно сократил риск получить инфаркт и много прочих болезней. завтра отмечаю 20 недель на программе. Я потеряла 20 килограмм, обратила диабет. Ты должна знать, что все невероятно горды тем, чего ты добилась. Я не завишу от лекарств. У меня намного больше энергии, чем было раньше. Мои дети гордятся мной и хвалят меня. У меня маленькое изречение, которое я вынашивала где-то два года. Когда ты на войне, не избегай последней битвы. Если ты сломаешься и поддашься соблазну, не убегай, а вернись по своему следу. Не завтра, а прямо сейчас. Диабет не возвращается. Лекарства не возвращаются, лишний вес. Ты независим, ты контролируешь свою жизнь. У Джои и Коэна было больше двух десятков неприятных симптомов, включая диабет второго типа. Но после 22 недель питания цельной растительной пищей, его состояние значительно изменилось. Вы становитесь здоровее. Ваш вес снизился на 13 килограмм. У вас было 26 или 27 жалоб. Они полностью исчезли. Ваше микровоспаление в сосудах снизилось к норме. Уровень сахара в крови снизился и продолжает снижаться ежедневно. Холестерин значительно снизился по сравнению с тем, что был, когда вы отказались от таблеток. Кровяное давление в пределах нормы, но еще повышенное. И вы сказали, что никогда до этого так себя не чувствовали. Посмотрите на фотографии. Вы выглядите здоровее. Я сказал вам, как цифры могут влиять на наше суждение о том, насколько человек здоров. Но здесь и фотографии говорят сами за себя, не только цифры. Фото замечательное. я принимал 9 таблеток в день и 2 укола. Я тратил 150-200 долларов в месяц на лекарства сверх моей страховки. Только подумайте об этом. Я провел 5 месяцев и сэкономил уже 800 тысяч долларов, потому что я не принял ни одной таблетки, ни одного укола. Подумайте, сколько это мне сохранило средств? Правительство США назовет вам цифру. 75% денег, потраченных на здравоохранение, идут на лечение хронических болезней, и это связано со стилем жизни и питанием. Давайте заглянем в корень проблемы. Что такое болезни? Они вызваны питанием. Сейчас в свои 70 доктор Эссельштин и Кэмпбелл оба жизненные и активные. Они продолжают распространять свое послание. Если вы внимательно посмотрите на школьников, уже их артерии, коронарные и в головном мозге имеют некоторые внутренние уплотнения среднего размера. Доктор Эссельштин ездит с лекциями о своем исследовании по всей стране и за границей. Его жена Эн часто ассистирует ему, консультируя пациентов и демонстрируя, как готовить растительную еду. Доктор Эссельштин является также директором программы предотвращения и обращения сердечно-сосудистых заболеваний Института здоровья клиники Кливленда. Как и доктор Эссельштин, доктор Кэмпбелл продолжает разъезжать с лекциями по Америке и за границей. Доктор Кэмпбелл, вы верите в то, что если животный белок, мясо, молочное, ничем не загрязнены, вы думаете, люди не должны есть это? Нет, считаю, не должны. Я думаю, чем ближе мы будем к растительному питанию, особенно на цельных растительных продуктах, тем здоровее мы будем, все мы. В Китае, где доктор Кэмпбелл начал свое исследование поколения тому назад, население испытало огромное увеличение количества мяса, молочных и рафинированных продуктов, которые потребляет среднестатистический человек. В то же время уровень разрушительных болезней взмыл к небу. Много китайцев сейчас разделяют те же взгляды на питание, что и американцы. Мясо дает нам белок и полезно для нашего здоровья. Стакан молока утром полезен. Послание доктора Кэмпбелла резонирует с растущим количеством сознательных людей по всему миру. Благодаря усилиям этих двух первопроходцев и их коллег тысячи людей осознают, что существенные улучшения в здоровье и качестве жизни достижимы. У вас два выбора. Вы можете проесть себе дорогу к болезням и ранней смерти, или вы можете проесть себе дорогу к отличному здоровью и долгой полноценной жизни. И этот штурвал должен быть направлен на путь с цельным растительным питанием. Мне неизвестно ничего из лекарств, которые могли бы приблизиться к эффективности растительной диеты. Я говорю это с большей долей уверенности. Наши власти просто исключают концепцию питания из обсуждения и защищают существующую систему вещей. Так будет, пока каждый это не воспримет. Я уверен, что мы можем сократить расходы на здравоохранение на 70-80%. Это изумительно. И все приходит от понимания, что такое питание, применение его и простого наблюдения за результатами. Самый большой дар, который вы можете дать себе и своей семье, не только сегодняшнему поколению, но и своим детям и внукам, сделать их сознательными, просветить о невероятной силе, пребывающей в каждом, чтобы избежать постепенно развивающихся, банальных и болезненных происшествий. Эти происшествия просто не должны происходить в вашей жизни. Я верю всем сердцем, если каждый к этому прислушается и присмотрится к деталям, он должен пересмотреть свое питание. Просто попробуйте, хотя бы для сброса веса, и вы будете здоровее. Никто ничего не потеряет. Если попробуют несколько недель, вы увидите, насколько это легко. Я не скажу, что это было трудно. Я просто решила и никогда не ощущала, что делаю что-то неподходящее. Я не ем мороженого, пончиков. Я ем что-то другое. Я хочу поблагодарить всех, кого возможно, особенно Мэтта. Я осознал, что только начал менять свою жизнь. И не только свою, но и своей семьи. Всех. Я в восхищении могу говорить об этом. Это чрезвычайно серьезно. Это опыт, меняющий всю жизнь. Вы можете контролировать себя. Я подчеркиваю это. Потому что очень много вещей было в моей жизни, которые выходили из-под контроля. И это мое послание. Вы можете контролировать. Вы хозяин своего тела. Ешьте, чтобы жить, и не живите, чтобы есть. Разговор продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok